Сейчас Россия избегает честной дипломатии. Именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира. «Для нас это план победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда план будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать нам, угрожать Европе. План был представлен Соединенным Штатом, нашему крупнейшему донору в сфере безопасности. Сейчас мы делимся его положениями со всеми, кто может нам помочь достичь его целей. Вы можете помочь в ключевых геополитических целях. Первый пункт плана сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждая из них имеет право выбирать свое будущее». Редактор Великобритания по следующему, в детальше, о том, что мы делаем вместе. Спасибо большое, Приментор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, и мне, за мою команду, благодаря украине вашей страны, за вашим стрессом, за вашим здоровьем, и за вашим здоровьем, за вашим здоровьем, и сегодня я хочу, конечно, субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Это не об этом. Мы не говорили об этом. В это субтитры Алексею Дубровскому я не смогла. Я видел в середине новое. Много информации я пришел субтитры Алексею Дубровскому. Нет. Главное – укрепить позиции Украины и наши отношения с ближайшими союзниками, чтобы создать необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии. Главное – укрепить позиции Украины. Главное – укрепить позиции Украины. geben wird und, wie du das gesagt hast, dass daran auch Russland teilnehmen sollte. Klar ist, eine Verwirklichung des Friedens kann nur auf Basis des Völkerrechts geschehen. Das wird noch enorme Anstrengung erfordern. Dennoch bleibt das Bemühen um einen für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden die Richtschnur unseres gemeinsamen Handels. Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren. Wir hatten den ersten Россия, 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 Россия. Россия, 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 Росс Мы должны действовать вместе, кто имеет нужный силу, нужный силу, чтобы гарантировать успех, чтобы улучшить Россию. Но мы должны действовать сейчас, чтобы улучшить наши команды в передней части, чтобы улучшить наши common позиции. Теперь, на уровне команды, мы должны работать с нашими партнерами в Европе для того, чтобы улучшить наши команды, чтобы улучшить наши команды.